МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В Шахане жильцы, разрушенного после взрыва дома, требуют заменить действующий котел на новый. Они уверяют, что печь не сможет обеспечить теплом в грядущую зиму. Моногорода Карагандинской области не готовы к отопительному сезону. В частности, часть Тимиртау рискуют остаться без тепла. Прокуроры области отрицают признаки насильственной смерти, повесившейся в изоляторе жительницы Жисказгана. По данному факту возбуждены два уголовных дела. В Шахане жильцы, разрушенного после взрыва дома, требуют заменить действующий котел на новый. После случившегося 1 января текущего года в доме заменили котел, который был приобретен за 8 миллионов тенге. Но жильцы уверены, что замененный аппарат не работает должным образом. После того, как жильцы узнали, что прежнего домкома подозревают в случившемся инциденте, тут же переизбрали главного. По их словам, после несчастного случая поменяли котел на новый, который был приобретен за 8 миллионов тенге. Однако жильцы уверяют, что он не функционирует должным образом. Он не годен, он не тянет. Вот в январе месяце нам поставили, когда, получается, холодно было. Очень холодно. Вот. И как раз вчера поднимали вопрос насчет того, чтобы заменили полностью систему отопления. То есть вот этот котел вас вообще не устраивает? Нет, не устраивает. А какая температура была зимой? Зимой? Да. Меньше 15. Вот. Мы отапливались дополнительно батареями электрическими. Жильцы просят помощи у чиновников. Они требуют заменить тепловые сети, потому что новый котел не обеспечивает теплом квартиры. Прошлой зимой температура в квартирах не превышала и 10 градусов. Но на бесконечные просьбы жильцов местный Акимат никак не реагирует. Заменят ли котел на новый, не говорят. И представители попечительского совета сейчас только назначены проверки. Чиновники уверяют, что даже если есть недочеты, то их можно устранить за две недели. Я думаю, что мы этот вопрос на заседании попечительского совета рассмотрим. Я думаю, что эту проблему для этого дома мы решим, потому что все-таки наша главная задача – это все-таки оказание помощи именно пострадавшим от четвертых домов. Но как раз-таки являются все жители, его являются пострадавшими. Я думаю, эта проблема решена. Что касается самой модельной котельной, здесь вопрос установки угольника. Он решен, в принципе, но здесь гораздо более серьезная проблема. Поэтому здесь нужно вообще решать вопросы, насколько эта модельная котельная, она может войти именно в следующий отопительный сезон. Представители власти говорят, что неполадки тепловых сетей могли произойти во время взрыва. Чтобы выяснить проблему, необходимо проверить все подъезды вплоть до подвала. Однако на это нужно время, заверили чиновники. Асель Сазамбаева, Жаслан Макубеков, Никита Миткин, Первый Карагандинский. Тимиртауцы рискуют снова остаться без качественного теплоснабжения. Некоторые станции не успевают проделать ремонтные работы. Ерлан Кушанов провел аппаратное совещание, на котором были рассмотрены вопросы о подготовке к отопительному сезону. Жители Тимиртау снова будут мерзнуть. Ремонтные работы на Тимиртауской ТЭЦ-2 идут с нарушением графика, что грозит несвоевременной подачей качественного тепла жителям города. Из шести котлов к отопительному сезону выйдут только пять. С таким количеством достаточного тепла не будет, признался Анатолий Шкарупа. Но чиновник надеется, что не повторится ситуация прошлого года. Ведь в 2016 году в ноябре месяце части Миртауцев сидели с низкой температурой в доме. Шестой котел поздно выйдет с ремонтом. То есть технологически два котла, пятый и шестой там... Сколько? Две недели? На две недели мы сдвигаем его вперед. Пять котлов к этому времени достаточно? Да. Ну, если таких ситуаций, как в прошлом году, в ноябре месяце, не будет, то будет достаточно. А что было в прошлом году? Ну, в ноябре месяце было очень низкие температуры, почти десять. В этом году так же было? Ну, обычно такого не бывает. На аппаратном совещании обсудили и другие моногорода Карагандинской области. На сегодняшний день на теплоэлектростанциях отремонтированы два котла и одна турбина. По 13 котлам и 7 турбинам сроки ремонтов не наступили. Также некоторые электростанции отстают от графика ремонта. Карагандинский ГРЭС-1 в Тимиртау и Балхашский ТЭЦ отстают почти на 30%. Также без должного тепла рискуют остаться и жители многоэтажек в Шахтинске, Каражале, Сатпаеве, Жанаркинском, Вактугайском и в Каркаралинском районах. Ирлан Кушанов наказал чиновникам лично проверить все ремонтные работы в районах и других малых городах Карагандинской области. Также на совещании была затронута тема разваленной школы в поселке Казахстан. Лжар Бухаржираусского района. Школа в результате паводков была разрушена. Приближается учебный сезон, однако здание еще не отремонтировано. Учебное заведение проросло плесенью и рушится на глазах. Аким Бухаржираусского района дал объяснение и по этому поводу. Со всеми родителями обговорили этот вопрос. Проектно-смертная коммуникация не издавался, но проектно-смертная коммуникация состоит из-за экспертизы, которые были вовлечены на всяком области. Пошли, которые начнутся. На сегодняшний день мы закупили новый область. И будем возить соседей, всего, всего, за наоборот, 390 страниц в школе. Услышав все доклады своих заместителей, Ерлан Кушанов дал поручение закончить ремонтные работы к началу похолоданий. В Карагандинском суде огласили приговор 11 похитителям нефти. Приговором Казбикбийского районного суда 8 человек признаны виновными в совершении преступлений по умышленному повреждению и разрушению трубопроводов и лишены свободы сроком от 3 до 5 лет и 1 месяца. Один из фигурантов замечен не раз. Кража и транспортировки нефти и нефтепродуктов был осужден на 7 лет. Двоих освободили из зала суда по истечению срока давности. По версии следствия, они делали врезки в прилегающей Карагандинской области трубопроводах нефтепровода по Вадаршамкент. Качали нефть и реализовывали ее. Ущерб от их действия для АО «Кастрансо» и ТОО «Казахстанско-китайский трубопровод» был оценен 10 миллионов. Члены группировки были задержаны в марте этого года. Приговором Казбийского районного суда города Караганды от 14 июля текущего года 8 человек осуждены к реальному лишению свободы сроком от 3 до 5 лет и 1 месяца. Один из фигурантов получил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в УИС максимальной безопасности. Еще двое были освобождены в зале суда. В частности, один подсудимый уже не подлежал к привлечению к ответственности, поскольку по его эпизодам уже он отбыл 10 месяцев в изоляторе. Судья приговорила его к одному году ограничения свободы и тут же вынесла постановление об освобождении его, применив закон Республики Казахстан об амнистии в связи с 25-летием независимости Республики Казахстан. Прокуроры области отрицают признаки насильственной смерти, повесившейся в изоляторе жительницы Жизказгана. Также выяснилось, что умершая оставила предсмертную записку, но без винов в них не обошлось. По данному факту, прокуратура Карагандинской области и Управление собственной безопасности Департамента внутренних дел возбудили два уголовных дела. Это стало известно на брифинге в областной прокуратуре. Уголовные дела были возбуждены по отношению к дежурным сотрудникам изолятора, которых подозревают в халатности. Параллельно ведется расследование по факту доведения до самоубийства. В том, что женщина сама сделала петлю из простыни и совершила суицид правоохранительные органы, не сомневаются. Имеется видеозапись последних минут жизни подозреваемой. Изучение записи камеры видеонаблюдения ВСУВД города Жизгана установлено, что 22 часа 32 минуты стала, свободно перемещалась по камере, то есть заходила в уборную, посмотрела в глазок двери и камеры. В последующем расположилась около кровати недосягаемой зоны для камеры видеонаблюдения. После чего 22 часа 40 минут закрепила завешалку, приготовленную из частей простыней, веревку с петлей и совершила суицид путем повешения. Жилдез обнаружила сокамерница Акшалова. В 22.57 она проснулась, тут же вызвала дежурных сотрудников ИВС. Кроме того, умершая оставила предсмертную записку, где она просит прощения у своих родителей и просит присмотреть за ее детьми. Была обнаружена предсмертная записка, в которой она просит прощения у своих родителей, присмотреть за ее детьми. Также есть выдержка из записки, я могу дословно прочесть. Это говорится, может меня Миша с собой зовет, я скоро буду, он часто мне снится. Миша, возможно, это Угорев Михаил, который был убит ее. Генеральной прокуратурой расследования поручено управлению специальных прокуроров прокуратуры Карагандинской области. Напомним, родные, повесившиеся в изоляторе 34-летний Жилдез Кыстаовой, не поверили в суицид. Перед похоронами они осмотрели тело Жилдез и пришли к выводу, что ее смерть могла быть насильственной. Жизказганцы нашли на ее теле многочисленные синяки, царапины и ушибы. Также, по их словам, у Жилдез был проломлен череп. Сегодня день рождения Карипека Куюкова. Художник, ставший жертвой Семипаландинского полигона, родился без рук. Это не помешало ему связать свою жизнь с живописью. Уже более 30 лет он создает картины о полигоне, который погубил и искалечил многие судьбы. Сегодня его знают не только в Казахстане, но и во всем мире. Рисующий картину, держа кисть зубами, художник, ранее на вырученные деньги от продаж картин, направил в фонд 350-летия Казбекби. И сегодня он один из тех, кто попал в число участников общереспубликанского проекта «100 новых лиц Казахстана». Куюков Карибек Тельтаевич родился 18 июля 1968 года в селе Егундеблак Карагандинской области, является инвалидом первой группы. Он один из пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном полигоне. О маленьком человеке с большим сердцем и добрыми глазами знают далеко за пределами Казахстана. Его многочисленные регалии достойны похвалы, а жизненный путь – пример для тех, кто сегодня не выдерживает тяготы бытия. Каждый своей картиной доказывает, что сила мысли и желания могут перевернуть мир. Его работы можно встретить во многих галереях стран ближнего и дальнего зарубежья. Сейчас же Карибек Гага выставил свои работы на аукцион. Вырученные средства будут направлены в фонд «Балкантау», главная цель которого – ремонт дорог в Каркаралинском районе, в частности, в его родном крае Егундеблаке. «Первая цель была – это обратить внимание на состояние моего села и, в первую очередь, на состояние той трассы, которая сейчас у нас есть, в Караганда-Егин-Дублак. Потому что очень много пришлось пережить этой трассе. И каждой весной, как вы знаете, эту трассу размывает. Я думаю, что на дворе 21 век, и мы должны хоть как-то помочь, и чтобы люди могли спокойно передвигаться хотя бы, ездить в больницу». Несмотря на врожденную особенность, Карибек Куюков никогда не видел в этом проблем для себя. Закончил школу и вуз, в жизни состоялся как бухгалтер. Был активистом движения «Невада-Семипалатинск», за участие в котором он был удостоен ордена «Курмет». В 2013 году, после создания международного проекта «Атом», Карибек Куюков стал его почетным послом. Сам же Карибек Куюков отмечает, что в Казахстане вопрос экологии до сих пор не может найти своего логического завершения. «Проблема орала тоже существует, проблема Байконура. И то, что мы должны в первую очередь сопоставить, нужно ли это нам или не нужно, это должны в первую очередь решать ученые. И, конечно же, мы не должны оставаться в стороне. И та проблема, которая происходит с животным миром, как вы знаете, гибель сайгаков, это все происходит, конечно, от рук человеческих. И, естественно, человек должен в первую очередь задуматься об этом». Написанную Куюковым картину «Взрыв» президент Казахстана подарил экс-президенту США Бараку Обами. Также почетный посол проекта «Атом» Карибек Куюков был выдвинут на Нобелевскую премию. Сейчас художник призывает всех выступить против ядерного оружия и прилагает для этого немало усилий. В очередной раз рассказать о судьбе Карибека Куюкова значит еще раз напомнить миру о том, что поднимающийся в небо ужасающий радиоактивный грипп несет в себе миллионы сломанных судеб и катастрофические удары по всему живому на планете. Сегодня этому сильному человеку исполнилось 49 лет, с чем коллектив нашего телеканала его сердечно поздравляет. Государство поддержит развитие медицины в Карагандинской области. В частной клинике «Гиппократ» по программе «Дорожная карта бизнеса-2020» было выделено 320 миллионов тенге. На эти деньги будет открыть санаторно-реабилитационный центр, оснащенный новейшим оборудованием. Санаторий будет рассчитан как на детей, так и на взрослых. По области установят автоматизированные аппараты, а также роботов, которые будут работать с пациентами. Воспользоваться услугами можно будет и на бесплатной основе. С 2010 по 2014 год проекты ТО «МФ Гиппократ» одобрены на субсидирование кредитов по приобретению медицинского оборудования и реконструкции, и оснащению помещений, медицинской клиники и пополнению оборотных средств. Оборудование будет завозиться как из ближнего, так и дальнего зарубежья. Новые технологии установят во все клиники «Гиппократ». Будем приобретать здесь и компьютерный томограф, мощность которого еще не установлена в Караганде, и магнитно-резонансный томограф. Если бы не было этой дорожной карты бизнеса, то я могу сказать, что мы, возможно, даже и не приобрели, и не смогли бы открывать такие центры, приобретать такое оборудование, потому что кредитное бремя, оно очень тяжело для предпринимателя, а это существенное облегчение. На сегодня уже организован хирургический блок в клиниках «Гиппократ». Сейчас там установлено новое оборудование. К примеру, эндоскопическая стойка, которая позволяет проводить некоторые операции эндоскопическим способом, то есть без разреза. Кроме того, установлен ангиодин прокта. Это аппарат, который помогает полностью извлечь геморрой. С помощью нового аппарата избавиться от недуга можно за пять дней. Тот набор, который имеется в этом аппарате, позволяет, в принципе, нам производить любые операции, хирургические, общихирургические, урологические. Но вот в настоящий момент, да, что мы сделали уже? Холецистектомия, интестинолиз – это рассечение спаек в животе, это аппендиктомии, это лечение опущения почек, то есть нефрепексии при нефроптозе. Это грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, это лечение кист почек, хирургическое лечение кист почек. У нас живот молодило, да? Да, это живот. Конечно, его можно использовать и для операции на грудной полости, ну, мы общие хирурги, мы используем больше именно в животе. Сейчас работа идет полным ходом. Вскоре пациенты смогут поправить и закрепить свое здоровье в новом санаторно-реабилитационном центре. В рамках данных проектов создано более 80 рабочих мест, и ежегодные налоговые платежи в бюджетах составляют более 60 миллионов тенге. Также между предприятиями и акиматом города Караганды заключен меморандум о взаимном сотрудничестве, который предусматривает социальные льготы для социально уязвимых слоев населения. Асель Сазамбаева, Жуслан Макулбеков, Никита Миткин, Первый Карагандинский. Карагандинские полицейские застали врасплох безответственных родителей, которые на протяжении нескольких лет ведут аморальный образ жизни. Специальный рейд провели сотрудники Михайловского отдела полиции по неблагополучным семьям. Проводили разъяснительные беседы стражи порядка совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних. По официальным данным Карагандина учет поставлено 148 неблагополучных семей. Иждивение у вас четверо детей, отца нету, одна воспитываете, однако ведете аморальный образ жизни. Дальше продолжайте. В чем причина, скажите? Или у нас недостаточная роль полиции? Или вы сами по себе? Давайте мы будем лишать тогда родительских прав. Нет, что вы, при чем здесь вы, при чем здесь я? Почему? Ну, для чего недостаточная роль? Ну, роль полиции здесь есть же. Каждый раз происходит, да? Сколько раз профилактическую беседу, но, однако, вот эта работа наша никак не может своего достигнуть положительного результата. Анжелика Малышева, мать четверых детей, не слишком рада внезапным гостям. В доме не убрано, кое-где валяются грязные вещи, остатки еды, обшарпанные стены и неприятный запах. В такой среде мать и пытается воспитывать своих детей. Скрывая синяки от побоев вчерашней драки, Анжелика признается, что мечтает обеспечить детишкам беззаботное будущее. Но пока что не получается, ведь общий семейный доход в месяц составляет всего 9 тысяч тенге. А почему вот вы раненые, трудоустраивались где-то? Подыскиваю, где-то платят, где-то не платят. Знаете, нет, я работала, я работала, я не пила, я ничего. Вот, я работала, все нормально было. Так случилось, что начала пить, сама не знаю почему. Пусть не каждый день, но... Вы считаете, что это именно ваша ошибка? Да, конечно. А вот такая жизнь, как у вас сейчас, вас устраивает? Нет, конечно, не устраивает. Хочу, конечно, условия получше. Хочу, конечно, накопить капитал, да и выстроить нормальный дом для детей. Тоже же мечтаю, конечно. Что думаете, я так думаю, я жила раньше, нет. На учете семья состоит на протяжении 7 лет. Проводились бесконечные беседы и профилактические работы, но, к сожалению, результата нет до сих пор. Поэтому комиссии были приняты кардинальные меры. Мы увидели всю эту картину, что дети находятся в антисанитарийных условиях. У детей нет ни постельных принадлежностей, нет чистой посуды, нет возможности помыться, нет возможности элементарно, вкусно и хорошо поесть. Мама употребляет алкоголем. Сегодняшнее состояние мы ее увидели. И поэтому следующее наше принятие мер к тому, чтобы дети жили в безопасности, будет рассматриваться на заседании на комиссии ГЗПН по Казыбегийскому району, на лишение родительских прав этой данной семьи и помещение детей в государственные органы образования и воспитания. Одним из важнейших и значимых направлений деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав становится выявление детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, которая негативно отражается на состоянии их здоровья и представляет опасность для их жизни. Кроме того, комиссия выявляет и родителей, которые не исполняют своих обязанностей. Мы определяли детей в летний период в учебные заведения, в летние лагеря по желанию детей и согласию родителей, чтобы летом они или учились по их желанию, или работали, или отдыхали в каких-либо лечебных учреждениях. Да, обязательно на бесплатной основе. По первой семье вы видели также, что мы закрепили уже ребенка, по итогам данного лейда уже закрепили ребенка в санаторий. Он хотя бы 10 дней проведет в нормальных человеческих условиях. Нам удалось обойти три семьи, и у каждой из них своя история. Где-то недоглядели родители. Многие злоупотребляют спиртными напитками, а некоторые и вовсе бросили своих детей, скрывшись в неизвестном направлении. Подобные рейды проводятся ежемесячно. Каждый раз членам комиссии приходится напоминать права и обязанности безответственным родителям, рассказывать о последствиях непослушным детям. Профилактические мероприятия по снижению и предотвращению преступности в среде несовершеннолетних будут продолжены в юго-восточном и центральном секторах района имени Казыбекби города Караганды. Асель Сазамбаева, Жак Слык-Нурта, Никита Миткин, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова